Лето в этом году нет, не было и не надо, да. Поснимал. Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня я вам расскажу мой опыт полуторамесячной эксплуатации смартфона Huawei Honor View 10. Первого смартфона компании с искусственным интеллектом. Давайте начинать. Поехали! Но перед самым-самым началом я хотел бы вас спросить. Из какого материала вам нравится больше, когда производители делают свои смартфоны? Полностью из стекла или с применением металла? Ответили? А теперь отвечу я. В последнее время я ловлю себя на мысли о том, что стеклянные смартфоны мне нравятся больше и больше, чем металлические. Почему? Ну, потому что у меня такая фобия. Смартфоны компании Huawei, которые сделаны из металла, все чаще и чаще норовят выскочить у вас из рук. Использовать смартфон в стекле, как я использую сейчас свой основной смартфон Samsung Galaxy S8, не совсем хочется. Тем более расцветки у производителей становятся все интереснее и интереснее. А стекло, хоть и очень хрупкий материал, но при этом очень и очень держит, ухватывает вашу руку, точнее удерживается в вашей руке очень-очень хорошо. В общем, если вам суть понятна, то вы супергерои прямо сейчас прожимаете лайк для того, чтобы мне было веселее дальше что-то вам рассказывать. Как и любой обзор или мнение, или отзыв пользователя, конечно же, надо начинать свой рассказ внешнего вида устройства. В этот раз это 18 на 9 экран, металлический корпус, разнообразие расцветок и очень мощная начинка. Вообще, забегая вперед, я вам хочу сказать, что Honor View 10 покорил меня своей супербыстротой и своей офигительной камерой. Двойной, между прочим, камерой, но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас я хотел бы вам передать свои ощущения от использования, от экстерьера устройства, в том понимании, каково это, заплатив 35 тысяч рублей, и что это из себя представляет в плане вещи. Ну что ж, обыкновенный сэндвич, стекло, алюминий, в моем случае это синяя расцветка, двойная выпирающая камера, встроенный сканер отпечатка пальцев с функцией кнопки, но при этом это не механическая кнопка, а просто сенсорная поверхность с хорошей такой виброотдачей, но не дотягивает, конечно, до уровня Taptic Engine. Ну бог с ним с Apple, Huawei и так делает отличные смартфоны. Все кнопочки, все динамики, все сканеры, всевозможные органы управления, как всегда, на своих привычных местах. Ах да, про дисплей забыл сказать, что это 18 на 9, 5,9 диагональ, практически 6 дюймов, Full HD+, 2180 на 1080, короче, ну в общем дисплей 2018 года. Он яркий, сочный, на солнышке, при максимальной яркости вам будет комфортно просматривать информацию с такого дисплея. Хорошо, что по-прежнему компания Huawei не гонится за трендами и оставила во View 10 3,5 мм разъем для наушников и другой периферии, которая может подключаться по такому разъему. Хорошо, что компания Huawei в своих смартфонах делает такие акценты, которые удобны в каждодневном использовании. Например, в кнопке включения-выключения она немножко с ребристой поверхностью, и поэтому вы не спутаете и будете постоянно ее ловить пальцем и понимать, что это кнопка включения-выключения. Хорошо, что здесь не отказались от двух сим-карт, здесь есть возможность ставить сим-карту. Хорошо, что в этом смартфоне очень большой объем памяти, но сейчас про внешний вид. Вот он передо мной, он такой весь синий, ничего лишнего, кроме надписи Honor здесь сзади при этом. На металле нет никаких обозначений, что это в View 10 Pro или еще какой-то. Это просто вытянутый дисплей, металлический корпус и все те ощущения, которые включают в себя эти материалы использования. То есть это холодок от металла, это уверенность в переднем стекле, потому что это Gorilla Glass, правда я не помню какого поколения, но одно из последних, и это не важно. В любом случае олеофобное покрытие присутствует, и это очень хорошо. Думаю, что описав таким образом внешний вид устройства, вы поняли меня практически на 100%. От внешнего вида плавно перетекаем к его производительности. Естественно, здесь процессор собственного производства Kirin 970. Естественно, здесь очень много оперативной памяти, но не 4, не 8, а 6. И достаточно много встроенной, 128 гигов. Я очень долго пользовался этим смартфоном, очень много фотографировал, установил все свои нужные приложения, в том числе мобильные игрушки. И у меня осталось еще порядка 90 гигабайт. Я думаю, вам этого точно хватит. Здесь, безусловно, присутствуют всевозможные модули LTE, все присутствующие на планете модули GPS, это Wi-Fi, GLONASS, PYDU и так далее. Здесь, безусловно, супер быстрая память, но при этом супер медленный на 2018 USB-C порт. Он до сих пор в версии 2.0, хотелось бы уже за 35 тысяч рублей именно трешечку, а можно даже 3.1, а можно даже 3.2, если такое существует. Я в большей степени не рассказываю вам про бенчмарки, про тесты. Я вам рассказываю про то, что происходит с гаджетом во время его использования в каждый день, вообще как основного смартфона. Практически любой из своих смартфонов я тестирую на протяжении нескольких недель, дней, может быть даже месяцев. С этим смартфоном я провел полтора месяца своей жизни и ни разу, подчеркиваю, ни разу его производительность и его начинка меня не подвела. Не было ни одного выключения, не было ни одного фриза. Работа устройства отлажена молниеносно. Конечно же, вам, скорее всего, не понравится оболочка, но о ней чуть-чуть попозже. Сука, комар прямо в щеку укусил. Вы спросите меня, Паша, а как насчет игр? Ну, естественно, этот смартфон за 35 тысяч рублей будет поддерживать все современные игрушки, которые вы можете скачать с Play Market. Но вы знаете, что здесь Kirin 970, 6 гигов оперативной и 128 встроенной, соответственно, все игрушки влезут, оперативной памяти будет достаточно, но при этом процессор, который все ругают за его неоптимизированность в играх. Но, друзья, в моем видео про Honor 6C Pro, который стоит 9 900, а то и меньше, вы говорите, что идут все игрушки, этот смартфон за 10 тысяч игровой. Так как вы думаете, смартфон за 35 тысяч рублей будет игровым? Естественно, будет. Но надо не забывать и упоминать о том, что все-таки процессора Kirin отличаются своей неоптимизированностью от процессоров Mediatek и даже процессоров Qualcomm. Имейте это в виду, и если вы уж прям совсем задрот по играм, держите у себя это в голове, выбирая себе смартфон и рассматривая View 10. Ну что ж поделать, да, вот такая разрозненная, немножко запрыгала информация. Последнее, что хотелось бы добавить, это, конечно же, видеоядро, о котором я не упомянул. Это Mali. Вот почему не любят связку Mali с Kirin. Это Mali G72 с 12 ядрами видеопамяти. Сразу бы хотелось отметить о функциях, таких как распознавание лица. Сейчас это умеет, в принципе, наверное, каждый смартфон. Здесь это работает безумно быстро. Наверное, так же быстро, как OnePlus 5T. Обмануть фотографии устройство можно, потому что нет отдельных датчиков. Это всего лишь навсего фронтальная камера и софтовые алгоритмы. Но при этом он очень быстро разблокирует устройство. Работает ли в ночное время суток при полной темноте? Скорее всего, нет. Вам придется либо приложить палец, либо ввести пин-код. Для технических задротов я забыл упомянуть. Вес смартфона 172 грамма, его толщина практически 7 миллиметров. Ну а по габаритам вы можете пройти по ссылке в описании и посмотреть высоту, ширину. Это вот все. По батарейке также важный аспект. Это 3750 мАч. Смартфона мне хватало практически на полтора дня такого хорошего использования без мобильного гейминга. Также бы хотелось добавить, что возможность камеры снимает в 4К в 30 кадров в секунду. Видео возможности камеры на очень хорошем уровне. Это средняя такая четверочка. Камеры устройства. Здесь их три. Во-первых, две основных. Основных камеры. На 20 и 16 мегапикселей. Так уж повелось, что компания Huawei очень гордится своими монохромными модулями камеры. И здесь он 20-мегапиксельный. Для чего нужен черно-белый цвет, я думаю, что вам не нужно объяснять. Тем самым повышается динамический диапазон фотографии. И все получается зашибись. Если это объяснять на пальцах. То есть 16-мегапиксельный RGB модуль работает в паре с 20-мегапиксельным. И делает вам офигительные фотки. Говоря слово офигительные, я не применяю матерных слов, потому что это YouTube. И вы у меня все такие культурные и правильные. Но если бы я хотел выразить свою гамму эмоций, которые я испытал, пользуясь этим смартфоном. Фотографируя практически, ну просто как пулемет, понимаете. Вот искренние эмоции просто как пулемет. Если сравнивать с такими монстрами, как Galaxy S8, iPhone 7, iPhone 8. Камера, скорострельность камеры и точность, и не смазанность снимков. Во View 10 просто на голову вышел. И я сейчас ни в коем случае не нахваливаю этот смартфон. Я нахваливаю камеру этого смартфона. По одной простой причине. Если я делаю на View 10 10 снимков, то на моем любимом Galaxy S8 я делаю 3 или 4 снимка. Не потому что Galaxy S8 на Snapdragon тупее, а потому что вот так вот работает. Так работает компания Huawei и так работают фотомодули в их смартфонах. Тем более в смартфонах такого ценового диапазона. Фронтальная камера, я короче не помню честно, насколько она мегапикселей. Да, вот такой вот я херовый техноблогер. Но она делает офигенные портреты с размытием. И самое что интересное, сюда вступает в работу как раз таки на все три камеры искусственный интеллект. Он учится с каждым вашим снимком. Он делает и понимает окружающие его предметы через камеру. И преобразует их в такой специальный алгоритм, который делает ваши фотографии лучше, чем на смартфонах конкурентам. Поэтому в начале видео я сказал вам, что для меня в первую очередь это быстродействие и фотовозможности данного смартфона. Его начинки хватит на 2-3-4 года вперед, если вы не мобильный задрот. Если вы просто пользователь, который, как я. Я могу и поиграть, а могу и не поиграть. Если я захотел поиграть, мне производительности смартфона хватит. Так вот, заканчивая про камеры, вы сейчас наверное видели весь этот ряд того, что я наснимал. Я постараюсь вставить самые интересные фотографии. Потому что, например, за 2 часа съемки, нажимая просто на кнопку затвора на экране, да, он просто тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. И это не тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр куда-то в никуда. Вот сейчас за тыр-тыр-тыр, кстати, поставьте лайк. Это просто Попозиционно, если рассматривать эти снимки Две третьих из десяти То есть семь фотографий Будут без смазов Просто нажимаешь кнопку И он просто работает Я не знаю, о каких буферах обменов В профессиональных камерах здесь разговаривать И как это происходит, я не понимаю вообще, что происходит Но это тупо работает Вы спросите, а в темное время камера как снимает? Слушайте, ну на достойном варианте На достойном уровне, точнее Она проигрывает, конечно же, пикселю Она будет проигрывать Samsung по ночной съемке Потому что все-таки у Samsung это получается очень-очень хорошо Но это, скажем так, на одну голову ниже Чем, допустим, по тем результатам, которые я видел От P20 Pro Вот именно этой линейки От P20 То есть снимает хорошо, качественно Вы будете удовлетворены результатом Но Не топчик Заканчивая разговор про камеру Про камеры Я скажу следующее Если вы задумываетесь над приобретением данного смартфона И думаете, ну вот Камеры выпирают, внешний вид из-за них немножко портится И как бы, ну окей И что делать Вообще не думайте Просто не думайте Конечно, стоит рассказать вам про то, что Здесь есть Bluetooth Естественно, Wi-Fi Он двухдиапазонный С этим проблем нет LTE работает отлично Динамик превосходный Качество связи слышно всем И абоненту, и собеседнику Вообще в этом плане Как бы претензий никаких Уже давно быть не может Мы в 2018 году И рассказывать очень долго и нудно про это Никакого смысла нет Для меня надо акцентировать внимание На тех вещах Которые вас поражают В момент их эксплуатации По поводу операционной системы И вообще Motion UI Это, ну, сами знаете Я использую сторонние лаунчеры Они в последнее время Очень часто вылетают Но буквально 10 секунд Опять сделать их диспетчером По умолчанию И все будет хорошо Пока пользовался полтора месяца Прилетало два обновления Последний Android 8.0 И Motion UI тоже 8.0 Быстродействие системы на высоте Но дизайн системы Привет, 2004 год Я неустанно говорю об этом в каждый раз И поэтому совсем забыл об этом упомянуть Но все равно Разработчики прислушиваются Приложение камеры становится удобней Приложение камеры В него включены все возможности управлением Двумя модулей основной камеры То есть вы можете очень быстро переключаться В режим портрета В режим видеосъемки Все это сделано для пользователя И мне кажется, что разработчики Инженеры, программисты Все-таки прислушиваются К своему сообществу К своим фанатам И в каждый раз делают все хорошо Но дизайнеры оболочки Типа такие И так сойдет Как бы Мы китайцы Нам так нравится Просто перерисовать иконки Как бы Ну окей Есть сторонние лаунчеры Также хотелось бы отдельно отметить Внутри оболочки Тонкую настройку Допустим Таких нюансов Как Разблокировка Ну вообще Разблокировка телефона То есть вы можете Чтобы сразу на рабочий стол Вы можете Для того, чтобы сделать свайп Вот такие вот нюансы Очень-очень хорошо доработаны Производителем И оставляют Очень положительные впечатления О самом смартфоне Я уже упоминал о том Что Почему мне больше нравятся Стеклянные смартфоны Сейчас я подсъемку делаю Для того, чтобы показать вам Внешний вид устройства И вообще Ну чтобы не просто Одна моя морда была в экране А для того, чтобы Именно про смартфон Вы смотрели И вот он прям так и норовит Выскользнуть с рук Вот прям реально норовит Выскользнуть с рук А в чехле уже не то Вы заметили Какой Такой синий цвет Он прям Вот прям вообще красота Сейчас только что подбежали Два пацаненка Кирилл и Егор Вам привет Местная Петрозаводская молодежь Как бы такие О, че, канал туда-сюда Я говорю, да А можно типа засняться в ролике Я говорю, ну без разрешения родителей Увы, я вам с ним могу снимать Вы несовершеннолетние Они такие Ну нам типа разрешают Я такой Извините Я вам на слово не верю Вот как в этой ситуации поступать Ребята прикольные Но Не хочется попасть В неловкую ситуацию Если Хотите передать Привет Кириллу И Егору И чтобы поддержать их Чтобы они не расстраивались Напишите об этом В комментариях Также бы хотелось Отметить возможность Вставить Карту памяти Объемом до 256 гигабайт Кому-то это будет Полезной И нужной информацией Ну и опять же Для технических задротов Скажут О, даже не знают Какая у него фронтальная камера Фронтальная камера На 13 мегапикселей С автофокусом Поймал себя на мысли О том, что Я же совсем забыл Вам поныться Насчет Диагонали экрана 6 дюймов Все-таки для меня Это Уже как-то Ну Вообще на грани Если сравнивать С Samsung Он Больше Больше Хотя Galaxy S8 Достаточно Компактное Устройство То есть Ну прям Мне вот ощущается В U10 Он Ну такой вот Кирпичик Как бы Вот как любят Китайцы Такие знаете Лопатафон Такой Как-то так 6 дюймов Для меня Все-таки Многовато Но при этом Я использую Смартфон Который Практически 6 дюймов То есть Ну Курьез Ну а че Да Бывает Тоже Одной из особенностей Я поймал себя На мысли Опять же Что Надо ставить Даже может быть Не разблокировку По лицу А Какие-то другие Методы Защиты Потому что Ну слишком быстро Он разблокирует То есть Достал Посмотрел Все До свидания Разблокировалось Это может Повлечь Какие-то Наоборот Неудобства Но С другой стороны Все гонятся За быстро Все считают За сколько Миллисекунд Тут с этим Все просто Бомбически В четвертый Или в пятый Раз вам скажу Для меня Honor View 10 Стоимостью 34 990 Рублей В официальном Магазине Huawei По ссылкам В описании Плюс Подарки Стоит Безусловно Дорогих Денег Вы можете Сказать Он не стоит Этих денег Только из-за Процессора Или только Потому что Здесь нет Выреза Под экран Здесь кстати Обычный 18 на 9 Экран Без каких-либо Приколюшек Встроенный Соответственно Спереди Только Разговорный Динамик Датчики Здесь нет Выреза Так вот Продолжая Про то Что 34 990 Плюс подарки Гарантия Все Туда-сюда Бесплатная Доставка Это понятно Я бы Его покупать Не стал Я бы Его покупать Не стал Потому что У этой же Компании Есть еще Как минимум Три смартфона Которые Стоит Рассматривать Для приобретения Наравне С U10 Во-первых Honor 10 Во-вторых Тоже С искусственным Интеллектом Уже С новомодным Вырезом Вот Со всеми Этими Плюшками Но Уже Стоимость Примерно На 10 тысяч Дешевле P20 И P20 Lite Еще Ни один Из этих Перечисленных Смартфонов Я не Тестировал Не держал В руках Там Другие Расцветки Там Уже Все По-другому В общем Если Вы Действительно Фанат Huawei Если Вам Не Нужен Вырез Под Экраном Если Вам Нужна Бомбическая Вася Отвечаю Камера То Вам Стоит Задуматься На Приобретение Если Все Остальное То Подумайте И Посмотрите На Конкурентов Господи Как Рука Отсохла Да А Вот Как Люди Работают В студиях Я Не Понимаю Вообще Сидят У себя В креслах Стол У них Белый Есть Фон Сзади Микрофон Камера Сверху Распаковки Может Стоит Тоже Так Сделать Как Вы Думаете Друзья Большое Спасибо Что Посмотрели Данное Видео До Конца Я Искренне Попытался Передать Вам Все Те Полуторамесячные Эмоции Которые Я Испытывал Пользуясь Смартфоном Фонар 10 Вью 10 Совсем Скоро Буквально На днях Ко мне Приедет Хонар 10 И Обязательно Я вам Расскажу О том Что он Из себя Представляет Первые Мои Впечатления И потом Опять же Вот этот Опыт Использования Но Вью 10 Остался В моей Памяти Надолго Из-за Камеры Быстродействия Определения Лица Вообще Работе Он Просто Остался В памяти Но При этом Трижды Подумайте Покупать Или Нет Вам Большое Спасибо Что Посмотрели Как Всегда Пишите В комментариях Что Хэштег Дональд Дак Если Досмотрели До Этого Момента Обязательно Пишите Что Вы Супергерой И Совсем Скоро Увидимся Это Лето 2018 Большое Спасибо Всего Доброго Пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры